Спасибо, что так представили. Я вопросами психологии, вообще, вот этого личностного роста, вообще занялся, вот говорю, вот уже 15-й год это идёт, и всё вышло через собственную депрессию, и поиск себя, я даже вот, ну, у вас здесь учился, и я здесь искал ответы, потом ещё учился, и вот учусь, и до сих пор учусь. До сих пор везде учусь, и я научился брать, знаете, такое, то, что работает только. То есть я теоретическую базу, очень многое, то, что непонятно, и не срабатывало, я чуть убирал, и вот, а не знаю, это, наверное, и, в общем, всё, что лишнее, убирал, всё, что работает, я как бы оставлял, потому что всё, что дальше, всё, что не работало там с пятой, с пятой, шестой итерации, я, в общем, отвергал. И поэтому получился такой какой-то симбиоз каких-то знаний и практик, которые стали срабатывать в одном месте слишком быстро. Из-за этого очень часто говорят, что ой бай, что такое, шарлатан, там ещё какой-то, то есть люди начинают бояться этого, но эффект получается такой, психоэмоциональный выброс получается, оздоровительный эффект, и эффект того, что вдруг в какой-то момент тебе в голову приходят инсайты. Инсайты я потом разбирался, из-за чего вообще происходит, потому что я ничего не объяснял человеку, как жить, куда идти, да, то есть вообще не разговаривал раньше. Это я уже потом, вот, в последнее время стал больше обращать внимание на разговор уже после, с клиентами и перед. Отчасти любая депрессия приводит к тому, что снижается мозговая активность, ну, физиологически, да, и когда ты эту депрессию как бы раскольцовываешь, то получается, что кровоток в мозг, он увеличивается просто, и мозговая активность повышается. И оттуда вот инсайты там первые 3-4 дня у человека прям просто бурлит в голове всё. Вот, это даёт дополнительный ресурс для того, чтобы человек мог работать, зарабатывать, там, жить, любить и так далее. И это очень, я наблюдал её за людьми, это нужно где-то процентов 80-90 всем, кто вот, ну, кто ходит по улице. Я не видел людей, которые, вот, даже ко мне на сеанс за 15 лет, вот эти 14, прошло где-то около 20 тысяч человек. И это, я за всю практику видел троих, у кого не было практически телесных блоков, ну, вообще не было ничего. Я его прорабатываю, один был спортсмен и предприниматель, вот он был буквально там пол, вот в течение полугода. Один был пенсионер, который детей уже всех устроил и там вот просто там ходит, рыбачит. И одна студентка была, которая вот, ну, вот просто она кайфует, там, ну, родители всем обеспечивают, она ни о чём не думает и вот в таком она как-то живёт. То есть три человека, у которых не было ничего вообще. То есть ковыряешь и, ну, нету. Всем же остальным, кто ещё не попал в такое состояние, когда у тебя всё хорошо или ты, это, видите, это надо либо амбиции снижать, либо увеличивать действия, которые приводят к результату. Но чаще всего по моим наблюдениям, то, что я понял, что люди приходят к депрессии, особенно вот молодёжь сегодняшняя, которая, да, от безделья. Реально от безделья, почему? Потому что внутренние механизмы организма рассчитаны так, что мы за кем-то гнались, догоняли, убегали, там, ели, я не знаю, друг друга, да. И когда вот этого стресса нету, то мозг, он сам придумывает себе стресс. Это начинается где-то 14, 16, 18, 19 лет, вот у некоторых до 30 продолжается. Сегодня у меня была сессия с утра, девочка пришла, ей 27-28 лет, и вот она такая вот, ну, её дико избаловали, сидит на шее у родителей, в общем, ничего не делает, и вот, ну, просто там виснет. И поэтому, если ты искусственно себе не будешь создавать такие вот мини-стрессы какие-то, то тебе, твой мозг сам придумывает, чем заняться тебе. Вот. Сегодня вообще я думал, я так понимаю, преподавателей много здесь, да? Можно руки поднимите? Это вовсе. Вообще я думал, что хотел очень сильно поговорить с преподавателями по поводу того, что очень много, ну, очень большой рынок вот сегодня для вас открывается, для преподавателей, для этого, потому что, я вам честно говорю, вот преподаватели вузов, вы прям вот не добираете из рынка то, что есть. Вы очень сильно не добираете, почему? Потому что сегодня вы обладаете огромными знаниями, которые у вас в голове, вы, потому что прочитали, не знаю, там терабайты, там, этих всех знаний, но вы почему-то их, ну, не транслируете в социальные сети куда-то, да? То есть это все монетизируется сегодня очень легко, и инфобиз, он туда и выдает сам весь. Поэтому я думал, что в эту сторону пойдем. Сейчас я смотрю, что преподавателей тут трое, да, двое осталось. Вот, поэтому в какую сторону пойдем, давайте лучше, наверное, пойду я за вами. Вот что вам интересно, и в ту сторону тогда и пойдем вот это все разбирать. А можно это случиться? Все меню. Мы можем поговорить насчет… А раз, пожалуйста, есть писать. Мы можем проговорить, опять же, вот про деньги, да, то есть какие преграды у нас психологически стоят внутри в голове с деньгами, потому что насчет денег и пробития вот этого финансового потолка и личностного роста, сегодня уже уже никому, ни для кого не секрет, что личностный рост равно деньги, да, то есть это где-то примерно все равно одинаково. И то, насколько ты прорабатываешь себя изнутри, столько денег ты можешь генерить или принять. Очень часто деньги появляются, и мы не можем принять, а иногда мы очень гениальные, но мы не можем заработать, да. И вот этот вот когнитивный диссонанс постоянно у нас как бы в голове у всех. Мы можем затронуть тему детско-родительских отношений, мы можем зайти в темы муж-жена, там, любовницы, любовники, вот туда можно залезть, вот куда интересно, туда пойдем. Деньги, ага, давайте. Давайте про деньги. Про деньги сегодня весь… Можно потом вторую часть? Про любовниц-любовников? Давайте. Мы давайте с денег ночами потихоньку к любовницам туда уйдем, потому что… Да, да. Для этих денег утекать будет. Деньги, а грамотно, без опекции. Ага. Это из-за желтой принимают. У глаза можно еще затронуть? Ну, это так, вот, понятно, что почему женатые мужчины и мужчины по стороне… Ой, вам не понравится? Можно? Ну, я имею в виду даже, что это… Я почему это сказала, что блокируют ли это финансы той девушки, которая соглашается на какие-то незаконные отношения? Да. Я не думаю. Там, видите, там зависит от того, как ты к этому относишься. Это первое? Да. Да. И второе зависит от того, ну, каких мужиков ты выбираешь. То есть, если это с ее стороны смотреть. Со стороны любовницы есть выгода первая, то, что ей не надо замуж выходить за него, потому что любовница – это всегда женщина, которая боится отношений. То есть, они вроде есть и вроде и нету. Да, то есть, такое… Зато зачем она на это соглашается? Потому что не хочет замуж. Страх замужества дает… Зато у тебя есть отношения, но тебя никогда не зовут замуж. Ты всегда, ну, как бы, спокойно одна. Это потом возникает у нее мысль, когда уже она встречается с женатым, она смотрит, что он там за женой следит, там что-то ухо… Если ей вот это положение нравится, она потом будет хотеть такого же на себя. Но она хочет на себя без обязательств же это. Ну, в смысле, это так… А так и не работает, да. То есть, это всегда будет с какими-то собоюдными обязательствами, поэтому уходит. И у мужчины есть такое, знаете, вот начал встречаться с девушкой, деньги прибавили, да, приподнимают. Да. Потом она уходит, он падает. Или другую находит еще выше. То есть, если у тебя каждая женщина энергетически сильнее и выше, то ты будешь богатеть. И с мужиком то же самое. А как сделать энергетическую женщину? Это, смотрите, вот коротко, если то, женщина ищет мужчину, который воплотит ее родовые программы. То есть, социальную планку все равно выстраивает женщина. Сколько будет… И потом она уже ищет мужчину, который может это сделать. И поэтому, ну, в общем… В деньгах вообще у нас постсоветских всех, да, очень много траблов в голову забили, в том плане, что деньги – это зло, это богатые, они плохие, или там, я как этот счастливый, зато бедный, или наоборот, богатые и несчастные. То есть, очень часто сопрягалось богатство с чем-то нехорошим. Да, деньги – зло, вот так говорили. На самом деле, деньги проявляют в человеке все, что в нем есть. Если ты говняный человек, то, в общем, не проявится только то, что у тебя, вот оно просто усилится там в сотни раз. Если ты хороший, добрый человек, то твоя доброта и отзывчивость, оно проявится тоже, усилится деньгами. Поэтому очень важно смотреть внутри. Вообще деньги очень сильно привязаны к гордыне. То есть, гордыня, эго. И знаете, с тренингов личного самороста они называют это растяжки. То есть, это какие-то действия, которые ты не совершал никогда. Или вот бывает же, человек говорит, я так никогда не сделаю, или для меня это недостижимо. И очень важно, чтобы твой мозг просто увидел, что это возможно. И для этого дают вот эти растяжки. Это, знаете, как я... Вот одно время же было там выйди из зоны комфорта, там, помните, да? Очень сильно транслировалось. И сегодня я сейчас занимаюсь тренером, и он говорит, есть зона допустимого дискомфорта. То есть, не нужно выходить из зоны комфорта, есть зона допустимого дискомфорта. И то есть, вот эту зону нужно постоянно увеличивать. То есть, плюс-минус у всех людей возможности одинаковые. То есть, мы, допустим, без воздуха не можем просидеть 4 минуты. Но с самого первого раза ты не можешь себя растянуть до 4 минут. И ты зону своего допустимого дискомфорта чуть расширяешь. И в какой-то момент, может быть, ты достигнешь 4 минут или 3 минут без воздуха на задержке дыхания. Но ты не можешь там, допустим, 20 просидеть. Ты хоть как тренируйся, хоть что делать невозможно. Поэтому сегодня я предлагаю всегда всем растягивать вот эту зону допустимого дискомфорта и в деньгах тоже. Не нужно себя выворачивать наизнанку для того, чтобы чего-то сильно достичь. Потому что очень многие люди в погоне за деньгами теряют здоровье. И те, кто там вот 40+, все спотыкались уже об этом. И я так понимаю, что в 40 ты просыпаешься, тебя как будто грузовик сбил. Именно вот на следующий день. Вот день рождения справил, ты глаза открываешь и думаешь, что вчера было. И потом ты себя ищешь там 3 года, 4 года, и в 45 опять вот... Опять как будто нормально. В 40 ты думал, ты умираешь, в 45 ты как будто жизнь опять началась. И там начинаются и гормональные перестройки, но те, кто гонятся за деньгами 40+, и все равно цели не меняют, они чаще всего либо болеют, либо умирают. То есть 45-50 это такой период, когда очень много смертей, но почему-то статистики такой особо нету. Вот, поэтому я предлагаю всегда чуть-чуть себя растянуть. Слегка. То есть, но чтобы было, знаете, не так, что вот я себя люблю, мне вот охватит там, а чтобы чуть-чуть больше, чем ты можешь. Но чтобы не поломаться. Не переутраться. Нет, напрячься придется, но да, чтобы не рваться. Просто чтобы не было таких вот психоэмоциональных травм. Почему? Потому что очень часто люди, которым прирастают в деньгах там x10, вот сейчас очень модно, знаете, тренинги, видели, да, бизнесовые тренинги, там x10, иди за мной, там. И очень многие достигают x10. На самом деле x10 сделать не так сложно, если ты до этого ничего не делал. То есть, если ты там зарабатывал, я не знаю, там 200 тысяч, и там x10, там 2 миллиона сделать, в принципе, ну реально это, да. Но психика твоя выдержит или нет, вот здесь вопрос. Очень часто, кажется, были бы у меня деньги, я бы выдержал, но как бы не выдерживают. Очень многие люди не выдерживают психоэмоционального напряжения, когда у них прирастает в деньгах x10. И поэтому себя к ним потихоньку-потихоньку надо готовить и растягивать. Я буду говорить в категории, там в этих, в долларах, а там сами переводите туда-сюда. Вот в среднем, если мы будем в долларах понять, и знаете почему? Потому что через 10 лет ролик смотреть будут, никто ничего не поймет. Да, потому что те цифры, которые мы сегодня в тенге будем озвучивать, если, то через 10 лет это будет, ну, поулыбаются и уйдут, да. А доллар более-менее, он твердый, чуть-чуть. Если вы зарабатываете вот до 1000 долларов и ты хочешь вырасти в деньгах x10, прыгнуть вот сюда, 10 тысяч долларов, то мозгу очень важно получить артефакт вот отсюда, из этой жизни. Если кто-то зарабатывает больше, добавляйте нули здесь и здесь, ладно? Ну, примерно, чтобы было понимание, потому что есть некоторые аудитории, где вот так пишут, они, ну, смеются, сидят. Вот. Еще есть предпринимательские ловушки. Вот в последнее время с предпринимателями работаю, они путают доход с прибылью очень часто. То есть они, ну, они не понимают. И с ними разговариваешь, они говорят, я зарабатываю там 20 миллионов, но ты на него смотришь, ну, оно не считывается, 20 миллионов нету. И когда ты спрашиваешь, сколько ты вытаскиваешь из бизнеса, он говорит, 2 миллиона в месяц. Да. То есть по факту он зарабатывает 2 миллиона, да, то есть остальное 18, он делает реинвестирование обратно в бизнес, и по сути он этих денег не видит. Да. Мозг будет всячески тебя возвращать вот сюда. Вот это зона комфорта твоего. Вот он всегда, что бы ты ни делал, тебе придет там 2 тысячи долларов сверху, он будет тебя спускать сюда вниз. Всегда. Если вы хотите отсидеть у себя, вот чтобы эти флешбеки были, вспомните, когда поднимают зарплату или получается там вот премию дали, допустим, там сверху еще один оклад. С этим окладом чаще всего, если ты его не принял, происходит там брату надо, маме надо, машину ударили, соседи затопили, тебя затопили, куртку порвала. Еще какая-то ерунда случается именно вот на эту сумму. Украли, вытащили, потерял, ну то есть вот что-то происходит, это то, чтобы мозг вернул тебя обратно, потому что большие деньги стресс. То есть как только у тебя приходят, это так не у всех людей, это есть люди, я видел, правда, они легко относятся к деньгам, я не знаю, чем они занимались в прошлой жизни, но в этой им как-то вот их эта тема не сильно триггерит. но 90% населения планеты Земля триггерит эта тема, деньги. Деньги не все, ну не все проработали, да, и поэтому какое количество у тебя гордыни, столько у тебя и денег на другой чаше. То есть чем меньше будет гордыни, тем денег будет больше, больше, больше. Поэтому что нужно сделать, чтобы мозг понял, что 10 тысяч долларов есть в этой жизни твоей, то нужно взять какой-то артефакт вот отсюда. нужно представить, что ты зарабатываешь 10 тысяч, и тогда в чем бы я ходил, какие бы вещи я покупал, вот что бы я делал, это вот здесь. И очень важно, чтобы этот чекап с тобой сделал человек, который не заинтересован вообще, ну вот, это не надо маму просить, чтобы она тебе это делала, или там жену, да, это надо человек, которому на тебя, вот откровенно говоря, ну не жалко тебя. И что делаем? И мы начинаем этого человека ему задавать вопросы, на что он тратит свои деньги, вот эти, вот 1000 долларов у тебя есть, и куда ты их тратишь? И ты начинаешь спрашивать, дорогая обувь, сколько самая дорогая обувь стоит? И они тебе там говорят какие-то тут суммы, там, что там, сумки, часы, пиджак, там, я не знаю, пальто, шуба, и ты начинаешь вот просто спрашивать человека и идешь по таким по триггерным местам те вещи, которые отвечают за статус человека, да, но такие, знаете, какие-то, ну не сильно дорогие, но вот такое, ты же не можешь ламбоджини сразу купить на 1000 долларов, ну в общем, спрашиваешь. Когда выходит, проявляется слабое место, допустим, человек говорит, я вообще часы не ношу, или я сумочки не ношу, мне не нравится, девочки такие, я сумочку не ношу, бывают, или мне вот этой достаточно там вот, и ты понимаешь, что, короче, вот из этого списка ты находишь самую обесцененную вещь, вот то, что человек, ну вот прям вот, не, мне такое не надо, значит, там есть какая-то травма, где-то мама сказала, не хочу, еще что-то, она себе сама или он себе не позволил, и ты берешь эту вещь и говоришь, купи теперь вот за эту сумму, то есть весь месячный доход ты сливаешь на то, что вот поднять свой этот, в голове. то, что тебе не нужно, то, что обесценено, то есть вот часы, допустим, да, очень многие сегодня часам относятся так, ну типа, я не ношу, да, и они механические, зачем мне механические, когда у меня есть айфон, но в принципе, правда же это, да, значит, покупаем часы, допустим, и часы покупаешь, что происходит, если вы угадали с этой триггерной вещью, то получается, что, ты когда покупаешь, отдаешь деньги, берешь эту вещь, переходишь домой и думаешь, какой я дурак, что я наделал, у меня же есть айфон, что я, зачем я это купил, вот что я сделал, натворил, да, это может быть обувь быть, это может быть нижнее белье за тысячу долларов, от которого с ума сойдете просто, понимаете, то есть это может быть хоть что, но это должно тебя прям триггернуть прям, что происходит после этого, ты начинаешь себя ругать, казнить, казнить, всячески обесценивать, тебе кажется, что вот паводки можно было остановить в Казахстане на эти деньги, а ты себе взяла и купила, и купил, то есть мозг будет придумать всякие-всякие небылицы для того, чтобы дискредитировать эту покупку, если это покупка, реально вот вы угадали, она должна быть за гранью добра и зла для твоего ума, да, если, короче, если все сошлось, на три дня, как Иисус Христос умираешь, три дня, я один раз, знаете, это упражнение сделал, и я думаю, я же сам себя себе чекаб делаю, да, и я думаю, что себя жалеть, короче, ну, и я вот прям, три дня у меня отнеслись ноги, да, то есть у меня спину так свело, да, я не мог дойти, ну, я просто полз до туалета и обратно вот возвращался, и меня рвало желчью, просто, ну, нереально это, это вот эти, помните, в кино видели, когда человека убиваешь первый раз, рвет, ну, как бы это, да, это тогда, когда ты выходишь за грань, за грань, ну, дозволенности, и ты когда перешагнул, вот, желчь поднимается, человек зеленый становится, вот, когда вы вот эту триггерную покупку угадали, зеленое лицо, рвота, тошнота, и вот, ну, просто плохо, тебе ничего не нужно, и мозг просто, что ты наделал, и вот все твои денежные установки просто всплывают, и тебя вот догоняют, и тебя долбят, это просто ужасно, если честно, если вы не хотите, вот, если вас устраивает, как вы сейчас живете, ничего не делаете, потому что после, потому что после этого будет, ну, совсем все по-другому будет, после этого, после этого будет земля под ногами гореть, ты будешь хотеть восстановить вот эти вот деньги, которые ты потерял, а что вы купили? Я часы взял, на какой сумме? Да. вам надо потратить, или с депозитой еще взять? Не, 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 не надо, я вас сейчас разорю, этот, вам на что-то не хватает? Не хватает. Смотрите, месячный доход, вот, если вы можете проверить потом, знаете, что происходит с этой вещью, вы когда там часы, или там туфли эти покупаете, или шубу, не знаю, что купите, вы когда приходите домой, у вас все бытие выстроено вокруг вот этой тысячи. Я помню, я свои первые часы купил, по-моему, за тысячу двести, что ли, долларов тогда. Я принес их домой, и некуда было положить, потому что мне казалось, там пыльно, здесь поцарапываются, там еще... Я вот так лежал, я прибавлял холодильник, стиральную машинку, этот потом микроволновку, и тысяча долларов не получалось. То есть часы были самыми дорогой вещью, вот, вообще в быту. И любой человек, если ты месячный доход, по-настоящему, если это твой месячный доход, ты купишь себе что-то на них, у вас интерьера не найдется, куда их положить. Охота, знаете, вот этот, даже если это будет нижнее белье, вы там манекен поставите, оденете, подсветочку, музыку, и чтоб крутилось вот так. То есть вы не будете это носить. И вот очень многие так делают, покупают дорогие вещи, убирают, и два года ждут, когда эмоциональная стоимость снизится, и потом достают. Понимаете? То есть у девчонок же часто так. Вы убираете, эмоциональная стоимость снижается, вы потом носите. Но до этого что-то не нравилось. И вот когда вы такие вещи покупаете, надо наоборот носить. Есть еще другая сторона, до абсурда доходит. Я так, у меня есть там одна семейная пара, я ее так раскачивал, и мы ей купили, она купила кроссовки, я говорю, теперь тебе надо их носить, и чтобы не было у тебя, что это, ну вот какие-то там, какая-то очень дорогая, тебе надо, чтобы было понимание, что это, ну, обычные кроссовки, просто кроссовки. Знаете, что она сделала? Она их убила за три месяца, она их постирала в стиральной машине. Я когда, вот я к ней домой пришел, я вот так смотрю, и ее муж вот так стоит, больше так не делай. Понимаете? То есть, если, это в части с женщинами сейчас будет, если ты подарки, его, которые он тебе дарит, будешь ушатывать за три месяца, никаких подарков не будет. Это тебе понятно? Понимаете? Вот это сделать? Это, смотрите, это вторая сторона, вот смотрите, вот есть непринятие вещи, да, есть ее просто обесценивание в хлам, туда. И это две стороны одного, одно, это одно и то же эго, и там, и здесь. Просто нужно где-то поймать себя посередине примерно. И мы, как килибристы, постоянно вот между гордыней вот это вот будем ходить. Потому что сейчас то, что вот, вот то, что есть твоя зона комфорта, это очень устойчивая конструкция, вот эта, которую ломать все боятся. Нет человека, который легко ее ломает. Всегда твоя конструкция, она будет очень тяжело ломаться. Мы как будто в коконе сидим, и вот оттуда надо будет прорываться. А скажите, например, если ты один добытчик, да, у тебя еще... Это вы про себя? Да. Ага. У меня там две кошки, собака, дед, и еще кто-то. Я зарабатываю, например, тысячу. Ага. Как я сейчас могу себе позволить купить на тысячу, и потом еще дорожить на одну? Смотрите, сегодня, сегодня, вот это вы правильный вопрос задаете. Это вот выходит, вот этот, как он пишется? Вот так пишется? Аррор, да? Короче, нет, выходит ошибка, бак выходит. То есть ты потратила месячный доход, и у тебя в голове вот лампочка загорается, что теперь делать? Это помните, яролаж был советский, экспресс-метод, он футбол уйд... Да, да. Вот то же самое. То есть потом твои проблемы что-то будут жрать. То есть ты сначала эти деньги воткнула, и потом ты думаешь, что же теперь делать? И твой мозг начнет генерить и цеплять те возможности, которых до этого ты не видела. Понятно. А вы что, доктор? Нет, нет, это... Смотрите, еще раз. Нет, я понимаю, да, на самом деле кудрирую. Когда я сидела без работы, мозг генерировал, но я могу зарабатывать. Но там еще была какая-то подушка, на что я могу отложить. Здесь ее сжечь надо, да, эту подушку. Вот, если я здесь вот это и отрачу, я говорю, если бы я жила одна, я могу по себе это... Сейчас, сейчас. Плюй на всех вообще. Тебе кажется, что они не справятся, не справятся без тебя. Подожди. Ну, не хочу. Ты умираешь? Сейчас, сейчас, смотри. Ты умираешь на три дня, у тебя мозг будет болеть просто, и вот ты будешь думать... Я тебе говорю, вот за три дня ты переработаешь все там в голове. Да? То есть там и температура поднимается, и голова болит, я говорю, и рвет, тошнота, понос, там ужасные вещи происходят. Потом, когда три дня вот эти проходят, мозг успокаивается, и ты начинаешь видеть другие возможности. Единственное, я вам говорю, когда вы заявляете, да, вот сегодня весь мир же эзотерический такой стал, да, и когда вы заявляете какую-то сумму, если в той категории, где вы сейчас находитесь, ее нет, то вас оттуда выпнут. Вот это вот опасно. У меня недавно парень один приходил, я хочу там 20 миллионов, я говорю, ты не готов? Ну, я готов там. Он вот так на себе телегейку рвет этот. Я говорю, слушай, ты, ну не готов ты. Он, нет, я готов. Я говорю, ну готов, давай. Мы начали с ним работать, я с ним две коуч-сессии провел, и он убежал. Звонит на следующий день, говорит, ты что она делала? Ла-ла-ла. Я говорю, что случилось? Он меня колбасит. Я говорю, это нормально. У него дочка в реанимацию попала, короче, там такое началось у него. Потом, я говорю, теперь ты успокойся. Короче, потом он успокоился, с дочкой все нормально, и сейчас он начал делать действия, которые его ведут 20 вот этим миллионам, и вот поставлены цели. То есть, сильно цель свою тоже, ну, сильно вот так, ну, не ставьте на ровном месте. Вот иногда кажется, знаете, ради красного словца, там, вот сейчас задекларирую и все, очень опасно. Поэтому, если хотите там постепенно, вы можете не тысячу, там две поставить. Потому что из тысячи долларов две видно очень близко. Самая гениальная идея в два раза больше работать, вот, ну, вот здесь. Их с 10 ты не сможешь 10 раз больше работать в сутках 24 часа всего. 500 тысяч, 2 тысячи. Все равно потратить тысячи долларов. Ты месячный доход свой. Ты просто, если ты зарабатываешь 10 тысяч долларов, трать 10 тысяч. Не знаю, 20 тысяч трать. Просто каждая триггерная покупка где-то примерно на их с 10 получается. А как понять, что это покупка будет у меня? Тебе будет, ты будешь все обесценивать ее. Да, без пантового вещь, зачем мне она нужна? Мне не надо. Я лучше маме что-нибудь куплю, а лучше детям, а лучше себе. Да, да. С вами чуть-чуть по-другому, потому что у вас такая, знаете, сама по себе модель жизненная. Я сама называется вот это. Есть. Да, да. Я сама навсегда возникает от того, что ты не доверяешь мужчинам. Тебе кажется, что они без себя не справятся, не смогут или еще что-то. И сейчас пока мы вот всем женщинам скажу, что ты ничего хуже не можешь сделать со своим мужчиной, чем его жалеть. Мужчин жалеть нельзя. То есть, и это начинается с там, когда сына воспитываю, да, он мой маленький, там, короче, и вырастает, потом непонятно там, что вырастет. Это уже потом другие проблемы выйдут. Но деньги, категория денег, вообще территория денег, это всегда мужская сторона. Это вот зарабатывать, работать и так далее. Все вот эти, знаете, у меня есть друзья, у нее, она блогер, а он там строитель, там что-то, он такой нормальный. И она в какой-то момент говорит, я не работаю, я говорю, почему ты не работаешь? Я не работаю, потому что я боюсь, я сейчас начну работать, я вдруг сразу начну больше него зарабатывать, а я потом, а я потом мужчиной стану, а он потом, я говорю, ты тебе перевести на русский язык коротко, ты боишься, что ты сильнее, чем он? Ты ему об этом вообще говорила? Я говорю, как ты его обгонишь? У него там гектары земли, дома там. Я говорю, ты замучаешься на своем блоге его догонять? Я говорю, а, да, точно. Я говорю, ты если не хочешь работать, скажи, я не хочу работать. Зачем? Я говорю, если хочешь, тогда делай вот это. Потому что я стал алгоритм действий прописывать. Я такая, ну и начал этот. Я говорю, если ты не хочешь, скажи, не хочу. Если хочешь, ну тогда просто делай. Да. То есть очень многие сейчас женщины вот эту свою женственную позицию как бы прикрывают лень. на самом деле. Очень, ну такие, все умные же сегодня. Все начинают подменять понятия. А еще это женская позиция. Он на моей энергии построил безделье. Да, да, да. Это прикрытся, да? Своё безделье, да. У вас вопрос был, вы хотели? Я его переселила. Да, да. Не только вы, все перебивали, повторяя. Говори. Я чуть просто пропустил. Ага. Получается, вы сказали, эго, это обратно пропорционально нашему доходу. Чем больше эго, меньше зарабатывает, да? Да. Чем больше эго. Чем больше эго, меньше зарабатывает. Тем меньше доход, да. Чем меньше эго, тем доход выше, да. Потом вы сказали, а артефакт, я его здесь пропустил, нужно выбрать артефакт, который сразмерен в зарплате. Ты выбираешь артефакт, то вещь, которую ты обесценил очень сильно. То есть то, на что тебе денег жалко. Ты делаешь чекап своего гардероба или своих вещей и смотришь то, что ты обесценил. И то, что ты обесценил и тебе как будто не надо, надо купить. Но лучше наймите там, я не знаю, кауч-сессию одну возьмите или психолога возьмите, они вас сами, и найдут тебе триггерную вещь, которую ты обесценил. Потому что за триггерной вещью всегда стоит боль. Не бывает, чтобы триггерная вещь была без боли. Там папа сказал, какие тебе часы, вообще иди, грузчиком работай. Мама сказала, зачем тебе обувь, иди в калошах старых. То есть такое. Раскулаченные. Да. Ну это тоже, да, это в родологии уходит. Ты покупаешь, умираешь на три дня, потом воскресаешь, идешь работать. Но стоимость должна быть именно этой. Месячный доход. Может больше. Может больше. А если ты хочешь эту вещь, но она больше, и ты покупаешь, ты тоже умираешь, да? Смерть образная, да. Да. В том случае, если она триггерная. А если ты ее хочешь, но триггерная. Вам психолога, я говорю, вот ли коуча возьмите, или психолога, чтобы он вас поисследовал, да. Потому что вы, знаете, очень многие, помните вот этот, не кидай меня в терновый куст, вот так получается потом. Костюм кроликом, да, то есть, и ты будешь, мозг всегда найдет, когда ты сам себе чекапишь, ты всегда найдет самый комфортный, как бы, выход. И человек покупает, и потом, а ничего, что-то я ничего не почувствовал, на мне не сработало. Но ты должен прямо, ну, прямо умереть там. угу. Ну, я в голоду, да? Ну, может и от голода, да, потом, что будешь есть, не месяц целый. Смотрите, вы когда эту триггерную вещь покупаете, три месяца примерно, я это уже на многих отслеживал, три месяца, знаете, что происходит? Непринятие. Нужно себя прям заставлять эту вещь носить, или пользоваться. У тебя прям, ну вот, тебе кажется, ну не тот случай. Или, а что я туда пойду? Ты начнешь стесняться этих часов, сумок, я не знаю, кроссовок, что там на себе, ремень ты купишь, что угодно. Ты начнешь стесняться, будет неудобно. Я папе так в свое время спровоцировал сахарный диабет, это очень смешно, конечно, было. Я ему подарил часы свои. И он с фразой, что я скажу соседям, их одел. И у него через два или три дня сахар поднялся. То есть эта психосоматика уже сработала, то есть он он был как будто недостоин этих часов или что. Хотя часы не сильно дорогие были, но в его понимании это было вот за пределами вот его понимания. Я понял, что родителей растягивать нужно в их зоне комфорта. То есть не нужно их вот это у нас сейчас же модно, там жили плохо, жили потом на пятизвездочный этот отель в Дубае. Родители сидят, они за ул сидят, смотрят на эту башню, ну господи, что это вообще? Еще три месяца вы можете, когда триггерную вещь покупаете, прям поставить себе в календаре через ровно полгода посчитайте и поставьте себе напишите эго. ровно через полгода включается непомерная гордыня и ты начинаешь всех мерить брендами. Сумочками, часами, трусами. Вот что ты себе купил, ты начинаешь их просто мерить. Человек, который не попадает, вот сумки нету у него, Луи Виттона или чего-нибудь, да? Все, это ниже меня, я с этим человеком разговаривать не буду. гордость. Эго, вот ну все, это у всех. Я не видел ни одного, чтобы он, ну так, не заносил, чтобы. Человека начинают заносить через 6 месяцев ровно после этого. Что потом происходит? Потом происходит состояние сбитый летчик. Если ты не попал, если ты гордыню вовремя не проработал, а многие не прорабатывают, у тебя просто начинают деньги заканчиваться. Ты просто резко их теряешь. Ты падаешь вниз. Из-за этого график развития предпринимателей, вот если посмотрите их доходы, они то вверх, то вниз. У них амплитуда слишком большая. Те, кто не работает с психологом, с коучем, у них амплитуда просто они вот то в небеса, то потом туда вот в тартары валятся. Потом опять вылазят туда и опять. И не поймут, почему и швыряют. Потому что приходить вообще на терапию нужно тогда, когда все хорошо. То есть вот у тебя пик взлета вот здесь прийди. У меня парень как-то приходил, он сколько, 5 миллионов в месяц зарабатывал долларов, что ли, в Дубае этот он. И он говорит, в тот момент я думал, к чему я не прикоснусь все золото. У него там 9 квартир в Дубае, там еще где-то что-то этот. В Алма-Ате тут половину все скупил. Короче, потом у него состояние сбитый летчик, он стал зазнаваться. и, короче, минус там сколько-то, 2 или 3 миллиона упал. И сейчас потихоньку, потихоньку теперь с психологами работают, прорабатываются как-то глубоко. Я так понял, те, кто вот зарабатывает, они также потом и в этот, в личностный рост уходят с головой просто. Он делает такие вещи, на которые я вот так смотрел на него. «Зачем?» Он «Не надо кого-нибудь». Я говорю «Не надо». Он «Надо». Я говорю «Остановись просто». Потому что в терапии же тоже есть границы, то есть куда можно захотеть, куда лучше не надо. Ты можешь всю жизнь свою поломать. И поэтому… А он вот все, он там прям туда с головой. В терапии сейчас есть такое популярное «Правда» называется. Они говорят «Нужно выйти в правду». И некоторые пары выходят, знаете, как в правду. они садятся и вдвоем разговаривают то, кому изменил, где, когда. И они рассказывают. А потом ненавидят друг другу. Потом убивают. Потом они это прорабатывают, прощают, и потом типа якобы они потом живут. Но в моей практике, сколько я понимаю, женщина никогда не просит измену, если она будет знать. Мужчина, если сразу тебя не убил, может быть, если любит, там когда-нибудь что-то будет. Женщина никогда. Не прощает? Нет. Тебя будут… Мужчает просто не забывает. Ну, как хотите, можете это интерпретировать. в борщ, потом им будет что-нибудь сюда подольете. Мы же идем. мы же… через шесть месяцев эго включается, ты начинаешь всех мерить деньгами, начинается вот из этого графика, который ты вот вверх шел, 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 потом плата становится и потом вот сюда вниз, когда ты гордыню не проработал. то есть ты падаешь прямо вниз и потом опять надо будет подниматься. Очень сложно человека, который уже был, достигал какого-то определенного статуса, заново его приподнять. То есть ты его… Почему? Потому что он уже не согласен на более низкие позиции, он не согласен зарабатывает меньше 10 тысяч долларов, то есть он не идет туда. И поэтому его очень сложно в какие-то моменты. У меня был товарищ, он какой-то прям люто хороший финансист, вот прям очень хороший, да? И после того, когда он… его уволили, и он не мог найти работу. Я ему говорю, слушай, и он с ним разговаривал, у него денег нет уже давно, там полтора года без работы человек, да? Но он не идет на позиции, которые вот якобы не его уровня. Я его в Глову устроил, он работал месяц там, после этого он устроился опять на работу и как бы пошел. То есть очень важно в этот градус эго чуть спустить. Недавно тоже был там чиновник один этот, ну как чиновник, молодой. И он этот, его я вот этот отправил на улицу деньги просить, чтобы он у прохожих ходил просил денег, потому что уровень гордыни ну просто нереальный. У него псориаз, две руки, и он, я говорю, ты вот не сможешь так. То есть псориаз это внутреннее непринятие себя, не принимая то, что я делаю. И руки у него в хламину просто, он вот так сыз, у него кровь течет, да? Я говорю, сколько тебе еще надо, что с тобой надо еще сделать, что тебе дошло уже. Вот. И он обещал фотоотчет с деньгами, когда соберет, уже второй день нету. То есть он, скорее всего, пропадет, он себя будет жрать, пока вот до него, не достучаться до него сверху. Вот. И эта, эта техника, она для того, чтобы пробить свой финансовый потолок. То есть это более-менее щадящее. Это намного проще, чем жизнь бьет. Так или иначе, любой человек, который идет к повышению доходов, он через это проходит. Просто многие проходят это интуитивно, то есть они не управляют этим процессом. А здесь вы можете немножко поуправлять. Где-то даже какие-то события сфорсировать можно. Это может длиться 50 лет, это может 1 месяц. Да. Ну, то есть, да. У меня, знаете, этот тренер, тренер по фитнесу, он со мной сидел просто вот, я когда иду там в сауну, там же всегда, и он со мной вот всегда шел и со мной парился там. У него был доход, я сейчас скажу, по-моему, 300 или 400 тысяч. Тренер он был этот. Сейчас 2,5 миллиона. То есть потихоньку, потихоньку со спортсменами, что мне нравится? Им говоришь, тебе надо сделать это. Он такой, ладно, через 2 недели приходит, я сделал, что дальше? И я вот его потихоньку, потихоньку растягивал, в течение 2 лет он вот так растянулся. У него уже свой массажный кабинет, там что это, то есть, такой. Бизнес уже у него, да. У меня нет, у него уже есть зато. Это упражнение нужно делать, знаете, когда твой график доходов выходит вот, плата вот эта. Когда у тебя доходы одна и та же сумма в течение там полугода, года, двух лет. Вот это прям, вот прям обязательно. Потому что... Я 3 года сидел в одном и том же доходе и отдыхал сидел. То есть, я до этого пахал, как проклятый, потом 3 года я вот завис. Я вот в 40 летний период как попал, я вот все себя собирал. И сейчас я вот 45 лет, сейчас потихоньку выхожу оттуда. И сейчас я опять там в социальных сетях начал проявляться, там еще что-то такое делать. Вообще, касательно социальных сетей сегодня, рекомендую всем проявляться туда. Прям всем. И с вашими человеческими ресурсами, которые у вас, я, если честно, я вообще, ну, я очень многие вещи не понимаю, почему вы не пользуетесь. У вас столько студентов, это столько... Игорь, вот вопрос. Когда энергетически вот тег измечения, я, например, да, если я выставляю например фотографии, я чувствую как-то там... Нападение там... Меня растаскивает как будто... Ну, потому что я, например, для обучения провожу, для меня группа более, ну, в пределах 30 человек. Я знаю, что свою генеральную емкость. А если вот, например, выходить на какую-то там аудиторию широкую, возьмут... от аудитории вообще, если вот ты выступаешь, и все, кто вот преподаватели знают, иногда ты выступаешь, и у тебя прилив энергии, да? То есть, да. и преподаватели, и преподаватели, отчасти тоже, и эти... как певцы, там кто-то, да, они как наркоманы же. Это же хороший... Это же эндорфинчик. У вас количество слушателей влияет, да? у него там все... Сколько там всего? Ну, да, ну, вот, сейчас, например, наверное, это мое отличие еще убеждение. Помнишь, эти аппликации не катаприфировались, потому что... Да, да. Вуду там туда-сюда. Нет, не Вуду. Это только то, что энергетически твоя оболочка, разрушает... Это выстроить можно все. Да? Это выстраивается очень... Это убеждение, да, и ты можешь там пару ритуалов какие-то сделать, которые тебя защищают, и все. То есть, как только ты убедишься, что эта защита работает, оно все. Да. Фикс матер. Да. Мы же говорили, вот ванну с солью принять. Да. Ванна с солью, это она работает, знаете, когда там чуть сглазили, чуть-чуть... Ну, такое, если на этот язык переходить, то есть, ну, прямо обязательно, да. Преподавателю я бы советовал, особенно, когда двойки ставите, но... После контрольной обязательно, да, там... Да, она работает. Работает, конечно, да. Все еще такой лежат. Есть килограмм соль из мешка. Я была там, да. Завариковала. Да. Потому что я бы на какой-то фахал. Вот. Поэтому этот... А вы не соль, больше отцепить? Там же, если уходить в энергетику, туда чуть-то можно провалиться, да? Ну, как бы здесь... Здесь... Если говорить про энергетику, то есть очень много практик энергетических. Это я вам сейчас накидаю. Это вот... Тета-хилин сейчас очень популярный. Аксесс-барс, типа там вся Америка. Это в Америке вообще никто не знает, что это такое. Аксесс-барс есть. Есть реки, очень уже давно у нас в Казахстане. И есть космоэнергетика, если кто-то сталкивался, то тоже так. То есть, подсвещение нужно пройти хоть куда-то. Да? То есть... И тогда ты будешь, как бы, условно, под эгрегором он будет защищать. Ты можешь подсвещение получить там в мечети, в церкви, где-то туда пристроиться. И тоже будет определенная защита энергетическая. То есть, ну, кому как удобно. Это все равно... Это работает все. Потому что те выходы, которые у меня на сессиях происходят, очень часто, очень похожи на шаманские какие-то вещи, похожи на религиозные какие-то обряды, такие вот эти... Где там вот этот выворачиваться, корежит. Это вот откуда-то 100 серий тоже есть. То есть, чисто на психологии очень сложно сделать, чтобы вот это... Я смотрел фильм вот этот доктор Фройд. Он этот... Вот то, что он делал там в свою жизнь, относитесь, я делаю за 20 минут сегодня. То есть, ну, это эволюция, я понимаю, но у него тоже определенный ритуал он прошел, оказывается, если вот его историю, биографию посмотрите. Поэтому без трансового поля и без энергетики никто ничего не делает. То есть, ни один психолог не работает. То есть, смотрите, если вы проходите... Я проходил курсы массажа, изучал анатомию, там куда-чего, и из 100 человек, которые учатся на массажиста, через два года работает один. Потому что, куда вот эту энергию девать, которую ты снимаешь с клиента, непонятно, что с ней делать. То есть, они не выдерживают, месяц-два все до свидания бросают. Тот-то там посильнее, полгода держится. Потому что не умеют работать с энергией. Энергетика очень важная тема такая. Прям вот, ну, в это можно отдельно залазить, там и вот, ну, прям там копать, потому что там и в родологию выйдете. Родология тоже полушаманская такая штука, между-между. Там папа пришел, говорит этот. Там в науке говорят же, что это, типа, памяти ДНК, ну, на самом деле, короче, очень сомнительно. Ну, мне в всяком случае. Поэтому в плане энергетики это отрабатывается, защитные амулеты, там какие-то вещи, ритуалы, они все срабатывают. Просто что-то сделай себе, защити и все. Это просто тупо внутреннее намерение и знаете, у тебя должна быть как это, просто уверенность, что ты в безопасности. Для того, чтобы мозг это понял, ты можешь это просто себе, этот мир для меня безопасен. И тогда у тебя транслироваться это будет туда. Как аффирмация по кругу. Аффирмации работают, знаете, тогда, когда человек говорит то, что у него неправда внутри. То есть человек, допустим, суицидник, да, он там вешался, я не знаю, там пыталась попытка суицида, была там, допустим, в 14 лет. И ты с человеком уже стоишь, ему 40. И если у него эта программа, эта же программа, она записалась у него в голове, в теле, это все осталось. И когда человек говорит, ты ему просишь, скажи, я выбираю жить, он говорит, я выбираю жить, у него так губы немеют. Он немеет, плачет, у него вообще какие-то выходы начинаются. То есть это тогда, когда то, что твое убеждение не совпадает с тем, что ты транслируешь, говоришь. И тогда получается вот это, и там человека прям тело все ведет. И очень важно найти в каждом человеке какую-то вот вещь, которая его вот прям стригерит. И поэтому, когда ты вот попадаешь, человек аж вот так, вот так делает аж от неожиданности. И желательно это делать прям быстро, там, как вкинул, аж задыхается он. И это уже вот эта считка трансового поля, там, и тогда, и ты с человеком потом начинаешь с него вытаскивать и работать. Поэтому энергия вот. Более большие деньги, допустим, вот это вот 10 тысяч долларов в Казахстане, ну, примерно, да, это вот сумма, на которой все останавливаются, ну, многие, которые вот, это кажется, что вот все хватит. Вот ты работал, зарабатывал, зарабатывал, очень многие предприниматели здесь останавливаются. Потому что в Казахстане это, ну, я не знаю, ну, достаточно. Хорошего уровня жизни. Ну, это достаточно, да, там, не прям, ты там, вертолета, самолетов не будет, но это прям достаточно для того, чтобы нормально жить. И для того, чтобы вот эту сумму увеличить, очень важно уже потом, вот это вот сейчас, видите, популярно менторство, да, тебе нужен человек, который живет чуть-чуть иначе, чем ты. И ты должен за ним походить хотя бы там день-два или три лучше. Тогда у тебя будет понимание, что можно так, и ты, может быть, захочешь еще. Но в постоянном насыщении деньгами нету счастья, то есть ты можешь пропустить где-то вот, ну, просто. Но и в бедности как бы нет ничего хорошего. Поэтому этот уровень, мне кажется, ну, который надо достичь, а потом уже сами смотрите. Потому что напряжение, ну, как бы там чуть-чуть больше. Ответственности больше, напряжение больше, да, вот. Но деньги это всегда про ответственность, потому что зарабатывает больше тот, кто больше на себя берет ответственность. Я когда, я, если, знаете, я в найме работал всю жизнь, да, то есть где-то, ну, 13 или 16 лет, что-то такое. Я работал в найме, и когда я ушел работать самостоятельно, я понял, что я не работал ни одного дня в жизни, вот на 100%, насколько я могу. Потому что то, как я включился работать на себя, это было 24 на 7, и вот лет 7 или 8 просто без передыху. Ни одного дня я не отдохнул. Вот 8 лет я не отдыхал вообще. Но я выгорел жестко, конечно, и потом вот, ну, последствия там вот, лишний вес, куда-то, очень много чего вылезло потом. Но я наработал определенный какой-то опыт, и сейчас я вот на нем, сейчас я работаю сильно меньше. Ну, прям совсем почти не работаю по сравнению с тем, по сравнению с тем, что было раньше, вообще практически нет. Но вы нарабатывали. Я нарабатывал, я не знаю, что я там нарабатывал. Мне, знаете, когда ты там 30 с лишним лет не видел денег вообще, и когда вдруг тебе вот приоткрыли эту дверцу, тебе кажется, что если ты остановишься, то все кончится. Дверь закроется. Да. И ты начинаешь вот просто, как вот та курица, вот по зернышку просто все подбирать. Оказывается, невозможно это. В какой-то момент надо отстраниться и просто взять лопату и уже хватит там колевать уже. Вот. Поэтому деньги – такой этап личностного роста, зарабатывания. И вот обратите на это внимание, потому что все предприниматели сталкиваются вот с этим примерно. Очень много предпринимателей, которые с деньгами, без квартир, без машин они. То есть нету в собственности ничего у них. Обороты там по 8 миллиардов, по 10 миллиардов есть. И у них в собственности ничего нету. То есть если завтра бизнес остановится, ну вот они на улице, как-то они не боятся. Я говорю, а жена? А жена нормальная, и жена там седая я там с ребенком. А как эту систему устраивается? Учеба, там, она как-то обучение расширяет? Прямо пропускную способность? Пропускную способность, просто мозг быстрее начинает пожрать, видишь, мозг включается тогда в то, что тебе интересно. И вот это немножко возвращает как бы интерес к жизни. То есть, ну или к деньгам, не знаю, это одно и то же. То есть, когда тебе интересно, все, ты туда уходишь, ты не замечаешь усталости, ты не замечаешь, что сегодня выходной, ты не замечаешь, что вот уже день закончился. Ты просто туда уходишь. Очень важно пробудить интерес. Когда есть поставленная цель, просто уже не делаешь. Но цель, когда вот здесь ты уже достигаешь, там уже к девятке подошел, ставь цель дальше. Но в этом тоже выгорание там ближе туда, уже с возрастом. Потому что от возраста еще зависит вот эти вот, X10, еще, еще, еще. А как случается, когда люди начинают другое направление разворачивать? Ну ты же можешь два направления ставить. Ты можешь это и еще другое открыть сегодня. То есть, когда ты чувствуешь, что энергии в этом направлении нет условно и какой-то свой потолок ощущаешь, Естественно, тебе ничего не мешает эти строения. Ничего не мешает. Еще я бы, вот знаете, я для себя сам как сделал, найдите трех или пять человек, которые бы, как вы хотели бы вот жить. вашей профессии или кого-то успешных и просто за ними в социальных сетях следите. Если есть возможность познакомиться, лучше познакомьтесь. И опять туда. Я насчет зарплаты не знаю, у меня такое очень скептическое отношение к зарплате, потому что я бы думал, ну вот, хотя бы пассивный доход какой-то там с создачей квартиры, допустим, да? То есть, это, ну, прикольно. И вот онлайн продукты, самому что-то иметь, да? Обязательно? Ну, я за твердо. Если хотите развиваться твердо, то что-то за тобой должно быть, какие-то вот, ну, навыки. твердо им нравится делать. Ну, спокойно. Да. Вот, поэтому, ага. Почему, бывает, допустим, у человека попали большие деньги, он заработал большие деньги, которые он даже, ну, не представлял. Он их вкладывает с такой же скоростью и теряет. Да, потому что... Да, но почему, с чем это связано? Для него такие деньги равно стресс, и мозг делает все, чтобы их потерять. Да, то есть, и поэтому, вот смотрите, если вот жил в тысячи долларов, и тебе там, допустим, ты заработал случайно тысяч, сто тысяч, возьмите девяносто девять тысяч, и это прямо рекомендация. Отнесите в депозитарную ячейку, положите, поживите полгода, немножко осознайте, переосмыслите, и потом уже что-то с ними делайте. Субтитры создавал DimaTorzok,